Салют, это Нюберг. В Украине идет война, развязанная Путиным, границы закрыты, а над головой мирных жителей летают ракеты, несущие смерть. Но музыканты продолжают творить даже в это страшное время. Это проект «Музыка против войны», в нем я целый месяц буду знакомить вас с малоизвестными украинскими артистами, которым очень нужна ваша поддержка. Ссылки на исполнителя будут ждать вас в описании, если вам понравится отрывок, уделите минуту, чтобы перейти и подписаться. Спасибо. И берегите себя. Новый трек Лодоса. Вы очень просили его и Пишку послушать. Пишку пока целиком не послушаем, но вот один трек мне задонатили, называется «В пределах нормы». Люблю Лодоса, слушай его лет восемь точно. И горько мне, что он так до сих пор и не выстрелил, и уже не выстрелит, как понятно. Но остается клевым нишевым артистом со своим лицом, со своим звуком, со своей вселенной. Лодос крутой. Такова натура человека. Он горд, своенравен и глупо. Его нужно перевоспитывать. Да, кто-то посчитает, что такие методы чересчур радикальны. Быть может. Но зато какой результат. Кроличья нора, колющий халат, скошенный баланс, так и тонущий каяк. Медикамент элитно пополам с плацебо. Ибо цель эксперимента – это паника с веселью. Прикольно. Пусть пациент на нем махнет. Очень прикольно, как он наверх к фальцету ходит. И вообще вот эта вот такая тоже развязная прыгающая манера, она ему к лицу. Потому что часто Лодос очень тяжеловесный. Он часто очень прямолинейно читает. И когда он начинает такой более танцующей подачей обворачивать текст, это свежо звучит. Мне нравится. Че охуели? В смысле медсестры не любят сов? Сова, ты слышала? Арь ю ахуели там? Ну вот единственное, что с этой манерой мне вот уже хочется припев. Мне не хватает припева, потому что уже больше полутора минут идет трек. И вот когда уже больше полутора минут нет припева, ты такой, ну бля. Можно тогда хоть в музыке что-нибудь поменяется или в подаче? Пухай, хорошо, пусть будет другая часть. Пусть она будет чем-то отличаться. Но можно какого-то разнообразия в это добавить. Ну вот это типа припев, но он такой ленивый. Он как яма выглядит. Это бы органично смотрелось, если бы это была яма перед припевом. Если бы это бридж такой был и после него въебал припев. Но, сука, поздно! Такими темпами припев будет на третьей минуте трека. Хорошо бы, если бы это были четыре строчки перед припевом, а потом припев. Если это припев, это слабо. Ну да, это типа припев, но это не припев, это польский сблювень. Ребят, я не понимаю, где вы здесь видите Оксимирона. Реально, постоянно. Вот 8 лет я слушаю Лоноса и 8 лет я слушаю, что люди такие, это Оксимирон. Вы в уши долбитесь. В каком месте это Оксимирон? Вот чем он похож на Оксимирон? Давайте перепись. Вот давайте плюсик в чат. Те, кто считает, что он похож на Оксимирона. Минус те, кто считает, что не похож. Мне просто интересно соотношение. Потому что это очень странно. Плюс, 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 минус, минус, плюс, плюс, минус, минус, плюс, минус. Ну, где-то 60 на 40 пока. Плюс, плюс, минус, плюс, плюс, плюс. Ну, короче, плюсов сильно больше. Ребят, вы странные. Я вас не понимаю. Другие ритмические раскладки. Другие интонации. Другая мелодика. Да, высокий мужской голос. Но, блядь, Оксимирон не единственный обладатель высокого мужского голоса. Вы чего? Да, любой заумный рэп с разборчивой дикцией это автоматический Оксимирон. Вот, разве что по этому принципу. Это то же самое, что вот люди говорят, что, типа, Дип Эксен скопирует флоу Оксимирона. Да, блядь, нет. Вот, реально, не любой заумный рэп с разборчивой дикцией это копия Оксимирона. Не забывай выше поднять ворот, пусть пока не жмут оковы, но насколько скоро вдруг и за тобой придут, у них есть новый повод. Мы как в лесу перевернутых идиом, здесь обитают волки, который год их твои ноги кормят. Мечта поэта, душа крохобора, сердце человека, до чего хороша мантикора. Чудной дековин быть на палетах, пыль в палатах и поход. Еретика за Рубикон, ей незнаком, обществу чудакон. Если ты не похож, ты не такой, это глюберекоз. Тебя подчеркивает где-то ярко-красный выделяющий строкой, какой ты служитель секты. От лета до лета, что по шага с депа, что в шапках газеты и спящих отсеков. Тебя замечательно. Единственное, что из-за структуры он дико нудным кажется. Есть прикольные моменты, есть клевые строчки, интересные интонации, хорошо звучит в целом. Ну ладно, звучит нормально, мне нравится. Не космос. Но блять, какой он нудный. Насколько долгим кажется трек? Вот он идет меньше трех минут. Но из-за структурного однообразия он воспринимается пиздец как скучно. И структура, конечно, подкузмила этому треку очень сильно. И если бы у него были более четкие, более частые смены частей, где больше изменений было бы и музыкальных, и интонационных, и возможно текстовых, трек бы играл гораздо лучше. Вот чисто структурная работа здесь проебана с продюсерской точки зрения. А будет больше риторики, станешь еще одной. Неопрятный вид, воду окунай. Неуютно жить, воду окунай. Открывай свою пасть, трепыхайся, давай, допивай до конца. Коль душа болит, воду окунай. Дьякон говорит, горе от ума. Защитись и смирись, допивай до конца. Ты почти на милеет. Неопрятный вид, воду окунай. Неуютно жить, воду окунай. Открывай свою пасть, трепыхайся, давай, допивай до конца. И вот сейчас бы припев. Коль душа болит, воду окунай. Дьякон говорит, горе от ума. Защитись и смирись, допивай до конца. Ты почти на милеет. Проебали. То есть все бы хорошо, если бы вот эти четыре строчки, во-первых, не восемь, а четыре были бы, и перед припевом, после этого был бы нормальный припев, а трек был бы на четверть короче, хотя бы минуту три, а не четыре. Ну, короче, вот все эти моменты, они отвечают на вопрос, почему Лодос не популярен и не будет популярен. Потому что вот в таких вещах и кроется во многом успешность трека. Да, в харизме, да, в тематике, да, в звучании, да, в подаче, но еще в структуре и в продюсерской работе. Чтобы трек хорошо слушался, это, собственно, работа продюсера. И вот здесь она очень слабая. Увы, с таким подходом ты так и останешься нишевым артистом, а мне, блядь, грустно, потому что ты крутой. Но он же сказал, смирись, смирись, что нет припева. Ну, я смирился, но... Главное, чтобы его все устраивало. То есть, если бы это все еще было смазано дикими амбициями, всем все доказать, стать большим артистом с большими сборами, тогда это была бы просто глупость. Но, насколько я видел, у Лодоса таких амбиций нет. То есть, видимо, его все устраивает. Жаль, но его право.